сейчас мы с вами разберем работу с сутажом сутаж бывает очень разный есть шелковый сутаж более рыхлый и более плотный люрекс с металлизированной нитью есть итальянского производства есть белоруссия россия турция я использую в своей работе разные в зависимости от того что мне нужно в работе для того чтобы край сутажа у вас не расслаивался его нужно обязательно обработать зажигалкой немного оплавить край внутри натуральная ткань поэтому она у вас не будет плавиться снаружи обычно ткань искусственная поэтому она будет плаваться и благодаря ей мы можем запечатать край сутаж можно пришивать крючком можно пришивать иглой в начале мы прихватываем сутаж булавками для того чтобы в процессе работы у вас никуда не съехал и у меня сейчас другой вид другой производитель сутажа и вы видите что тоже я смогла край оплавить теперь я беру крючок и фиксирую край сутажа чтобы он был вначале хорошо зафиксирован мы его обвязываем в одну и другую сторону делаем прокол через центр и сутажа и потом в край и потом мы начинаем двигаться через центр сутажа маленькими стежками пришивая его мы можем пришивать сутаж с бисером сбрасываем бисер и пришиваем то есть все делаем как обычно просто проходимся сверху по сутажу сутаж сутаж в конце важно зафиксировать хорошо край чтобы он у вас тоже не съезжал и потом не расслоился следующий способ будем пришивать иглой я сначала прокололу тоже чтобы у меня на изнанке не было узла и теперь буду фиксировать край и пришивать точно также через центр только уже иглой и здесь одной рукой я придерживаю сутаж и я работаю здесь только одной рукой мы делаем прокол вперед шаг назад и снова вперед и по лицевой стороне шаг назад расстояние где-то 4 миллиметра шаг вперед стежок назад миллиметра где-то 2 небольшой и так постепенно пришиваем сутаж по всей линии и фиксируем обязательно хорошо край и 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 мы точно также хорошо фиксируем край и обратите внимание я разворачиваю немножечко на ребро сутаж и пришиваю прихватываю два раза и заворачивать буду сейчас сутаж сутаж у нас мягкий поэтому он легко гнется и разворачивается так как нам нужно шаг очень небольшой нитки практически не видно получается когда мы идем небольшими стежками и прокол у нас идет под сутаж то есть он не выглядывает ниточка у вас не будет видно если вы ее будете вкалывать прям в край сутажа а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь перейдем к другому способу пришивания стажа, когда он у нас ложится уже не на ребро, а мы его пришиваем плоско и потом нам нужно загнуть. То есть мы его сгибаем. Край фиксируем. С одной стороны делаем шаг 1 см, 2 см, можно делать 3 см, то есть сколько вам необходимо. Фиксируем край через 2 см, складываем и через сложенный сутаж делаем прокол, пришиваем. Фиксируем сначала нижний край, потом фиксируем верхний край. Далее можно разворачивать еще сутаж. Так мы ложили с вами не разворачивая, не выворачивая его, а так получается мы его разворачиваем наружу. И он ложится тогда немножко по-другому. То есть получается уже более объемный у вас будет край. И он будет немного по-другому в работе смотреться точно так же, смотрите, если бы мы положили плоско, да, или тогда, когда мы берем и разворачиваем сутаж. Край тогда получается другой, и мы тогда фиксируем сутаж по центру, то есть кончик, край, уголок нам не нужно тогда прихватывать, потому что нам нужно его оставить объемным. Мы прихватываем только по центру. И тогда получается тоже интересная дорожка. И еще один способ, когда мы прихватываем сутаж только по низу и заворачиваем его, можно так сказать, спиралькой. То есть завернули и прихватили только низ. Мы его сильно не сгибаем, мы его не выворачиваем, просто закручиваем спиралькой. И прихватываем только снизу. Один край и второй край. Субтитры создавал DimaTorzok 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 фиксация края у нас будет точно такой же мы обрезаем и здесь нужно быть очень осторожными немножко нужно приподнять сутаж и оплавить край будьте внимательны чтобы не пропалить ткань это очень легко сделать если вы слишком близко поднесете огонь и ткань может просто расплавиться поэтому обязательно край сутажа приподнимите далее перейдем к пришиванию шнура мы точно также сначала должны с помощью зажигалки оплавить край прихватить хорошо край пришить его да и потом мы начинаем пришивать вы видите что шнур у нас закручен и мы должны ниточку прокладывать по ходу закрученного нашего шнура и обратите внимание когда я прокладывала нитку выводя ее за край шнура и и было все равно видно а когда я прокладываю нить заводя ее практически в центр то ниточку не видно но шнур у нас все равно остается пришитым то есть он у вас болтаться не будет но нить тогда не видно пришейте шнур и так и так чтобы вы видели разницу и для себя понимали как это может выглядеть и как у вас держится шнур чтобы вы могли дальше в своих работах это применять будем дальше далее у нас есть разные виды шнуров есть рафия вот такая почти бумажная на скрученную да потом есть и золотые шнуры и шелковые шнуры и мы их тоже можем пришивать крючком или иглой я покажу как можно пришить крючком в принципе это пришивание не будет ничем не отличаться от того как мы пришиваем с вами проволоку единственное что мы должны точно так же как и в шнурах и сутаже оплавить край шнура чтобы он у вас не расслоился если сильно много гарри получилось я просто лишнее тогда срезаем прихватываем булавками и будем пришивать крючком зигзагом важно тоже зафиксировать хорошо край чтобы он у вас не ускользнул и дальше после этого двигаемся пришивая зигзагом оплетая шнур и мы можем пришить пройдя только в одну сторону или пришить в одну и другую сторону создав более плотный и вот так был пришит выглядит шнур когда мы пришили только в одну сторону и вы сейчас видите насколько будет более плотным если мы его пришьем еще в другую сторону то есть для создания каких-то визуальных эффектов мы можем использовать разную плотность пришивания шнура и бред и 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 теперь давайте посмотрим как можно пришить канитель у меня витая канитель мягкая и вот эта золотая канитель она видите да растягивается это канитель она не растягивается она применяется в церковной вышивке и внутри там находится ниточка то есть чтобы было понятнее вам покажу как она выглядит вот так она выглядит если вытянуть ниточку то есть вот если растянуть и ниточка уже вытянута то она выглядит вот так именно ниточка внутри хорошо плотно держит ее поэтому такую витую канитель мы можем пришить просто по прямой линии только не тель которую витую я показала до этого и вы ее так пришить не сможете она у вас все равно будет деформироваться и ровная линия из нее у вас не получится поэтому ее лучше использовать там где нам нужно пришивать кусочками то есть нарезать ее и потом пришивать здесь нам точно также нужно прихватить край и потом практически так же как и шнур мы пришивали пришивать эту канитель от одного края прихватывая ее через верх другого края справа и с левой стороны такое пришивание подойдет только для такого вида канители и для жесткой канители мягкую канители вот так пришить не сможете она у вас продеформируется и будут видны заломы для того чтобы посмотреть как это будет вы можете попробовать на каком-то кусочки и посмотреть что будет происходить с канителью поменьше Продолжение следует... 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 Продолжение следует...